1830 наркозависимых состоят на учете в Чувашии. Это на 168 человек больше, чем в прошлом году. О том, чего удалось добиться и что еще предстоит сделать, говорили на заседании Республиканской антинаркотической комиссии при главе республики. Участники предоставили отчет о выполненных поручениях и обсудили вопрос о качестве медицинской помощи больным наркоманией. 37 килограммов наркотиков изъяли правоохранительные органы из незаконного оборота в этом году. Все силы были брошены на разоблачение организованных преступных групп. Выявлено 377 преступлений и 510 административных правонарушений. Уничтожено 22 очага конопли. За рассматриваемый период на 18% увеличилось количество выявленных правоохранительными органами административных правонарушений с 921 до 1088. На учете все чаще отмечаются молодые люди, которым еще нет и 16 лет. Среди наркоманов их становится все больше, но медики и полиция на них меньше обращают внимания. Участники заседания отметили, что для борьбы с наркоманией не всегда требуется применение методов оперативной работы. Оказывается, наркоманов среди подростков меньше там, где работают физкультурно-оздоровительные комплексы. Такие же данные среди студентов. Михаил Игнатьев поручил усилить профилактическую работу и проводить ее регулярно. Уровень наркотизации населения республики по-прежнему в 1,7 раза ниже, чем в Приворском федеральном округе. Поэтому я хочу в уходящем году поблагодарить все службы, которые на самом деле эффективно работали, работают. И как должностные лица есть эффективное взаимодействие, ибо это зло для общества представляет соответствующие угрозы. По итогам заседания были приняты решения, которые касались совершенствования совместной работы правоохранительных органов, медицинских учреждений, органов государственной власти и местного самоуправления. Олеся Русакова, Татьяна Молокова, Константин Козлов.